Двое украинских военнослужащих ранены, двое получили боевые травмы за минувшие сутки на Донбассе. Российские оккупационные войска 23 раза нарушили режим тишины, при этом использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В частности, по данным штаба ООС и ствольной артиллерии, боевики били по украинским позициям вблизи Крымского, Новотошковского, Троицкого, Гнутова и Водянова. На других рубежах террористы вели огонь из тяжелых минометов, БМП и гранатометов. С начала этих суток на Донбассе зафиксировано два обстрела. Помочь восстановить разрушенный Донбасс намерен просить страны Евросоюза президент Украины Петр Порошенко. Об этом он заявил в прифронтовой Авдеевке на встрече с украинскими послами и военными из состава объединенных сил. По словам президента, людям необходимо вернуть нормальную жизнь. С подробностями с места события наш Игорь Меделян. Жители Авдеевки встречают президента с украинскими флагами в руках. В этом городе, пережившем оккупацию и жестокие бои, постоянные артиллерийские обстрелы, как нигде, знают цену свободы. Пусть они видят, какие изменения шаг за шагом, день за днем происходят на Донбассе. Эти слова адресованы противнику. Российским оккупантам никак не выгодно, чтобы подконтрольная украинской власти часть Донбасса, несмотря на атаки, восстанавливалась и развивалась. Последний раз наибольшее разрушение городу были нанесены в феврале прошлого года. Тогда враг бил из артиллерии по жилым кварталам, уничтожал инфраструктуру, лишая жителей газа, воды, света. Обстреливали и ремонтников, пытавшихся наладить коммуникации. Электрику и газоснабжение Авдеевка тогда получала с оккупированной территории, находясь в заложниках у агрессора. Сейчас электросети проведены из-под контрольной Украины территории. И после тестовой работы в городе и семи соседних населенных пунктах заработало стабильное газоснабжение. Авдеевку с украинским газом! В этот день в Авдеевке все украинские послы. Их цель – изучить ситуацию в прифронтовой зоне, встретившись в первую очередь с военными и местными жителями, а потом привлечь дружественное государство к восстановлению городов и инфраструктуры Донбасса. Каждый дипломат должен чувствовать землю, за которую мы боремся. Должен чувствовать людей, живущих здесь, и которых нужно защитить, и тех военных, которых нужно поддержать. Это настроение, которое каждый посол заберет отсюда. И важно его передать коллегам-дипломатам в Оттаве, в Вашингтоне, в других столицах. И это то настроение, которое мы будем передавать нашим партнерам по коалиции противодействия российской агрессии. На встрече с президентом и руководство Генштаба, объединенных сил и военные, обороняющие город. Именно этих бойцов коснутся новшества, внесенные президентом с новым законом, который он подписал тут же. Обеспечиваются и гарантируются права украинского войска в связи с проведением операции объединенных сил. В то же время гарантируется повышение уровня социальной защиты украинских военнослужащих. Уверен, что на сегодняшний день это является тем шагом, которым мы движемся в очень правильном направлении. Новый закон гарантирует участникам операции объединенных сил льготы такие же, как и у бойцов АТО, ветеранов боевых действий. Игорь Меделян, Донецкая область, Авдеевка, UATV. Санкции США против России из-за отравления Скрипали в Солсбери вступают в силу сегодня. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Федеральном реестре США. Этот пакет ограничений включает запрет на оказание внешней помощи России, продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны американских госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения. Если Россия не даст гарантии, что не будет использовать химическое оружие в будущем, в ноябре введут в действие второй пакет. Лондон обвинила Россию в применении химического оружия на территории Великобритании в марте этого года, после того, как в Солсбери были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Медикам удалось спасти их жизни. Следователи установили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», произведенным в России. Великобритания выслала 23 российских дипломата. Королевство поддержали 28 стран. Всего были отправлены обратно в РФ почти 150 российских дипломатов. В частности, Украина выслала 13. Влияние на Дональда Трампа, отстаивание интересов Украины в Конгрессе США, визиты на Донбасс на передовую. Джона Маккейна, политики и международные эксперты, называют другом Украины. Он ушел из жизни в субботу, 25 августа. Какую роль сыграл американский сенатор на международной арене? И как после его смерти может измениться политика Белого дома, узнавала Евгения Бурда. Это видео снято в декабре 2013-го, когда на Майдане незалежности разворачивались события революции достоинства. Джон Маккейн прилетел в Киев поддержать украинцев в борьбе за свободу. Я республиканец, сенатор Мурфи-демократ. Мы тут находимся, представляем американский народ в солидарности с вами. Мы тут потому, что ваш мирный процесс и мирный протест вдохновляет вашу страну и вдохновляет мир. Мы тут, чтобы поддерживать ваше справедливое дело и суверенное право Украины свободно и независимо определять свою судьбу. Не только для Украины, для Грузии, для других восточноевропейских государств он сыграл важнейшую роль, поддерживая и словом, и делом. Он яростно выступал против всех тиранов, включая Путина. После начала российской агрессии Маккейн один из немногих американских политиков не побоялся поехать на передовую. Новогоднюю ночь 2016-го он встретил в Широкино с украинскими морскими пехотинцами. Тогда и американские дипломаты, и некоторые другие представители американской конгрессы, которые были с ним, они очень долго думали, нужно ли так рисковать. Но он просто поставил все сразу. Ну, кто хочет, кто не хочет, а я там должен быть. Я верю, что вы победите. Я уверен в этом. Мы сделаем все, чтобы обеспечивать вас необходимыми для этого средствами. Вы победите не благодаря технике, а благодаря мужеству. Спасибо вам. Весь мир следит за ситуацией здесь, потому что мы не можем позволить Путину победить тут, потому что если он победит здесь, то сможет сделать это и в других странах. Конгрессмен Маккейн добивался предоставления военной помощи Украине, даже когда передачу летального оружия сдерживали высокопоставленные американские политики, говорит эксперт Александр Хара. Ни один законопроект касательно Украины, ни закон про поддержку свободы в Украине, ни антисанкционный закон против России, не обошлись без его участия, без его правок и, соответственно, его голоса. Те самые джавелины, которые так действительно нужны Украине для того, чтобы удерживать наших врагов, Российскую Федерацию. В президентской кампании 2016-го Маккейн поддержал Дональда Трампа. Оба – республиканцы, но сенатор не разделял провокационные заявления Трампа о возможном сближении с Путиным. Трамп в самом начале был готов пойти на определенный союз с Путиным, как и с любым из диктаторов. Готовность была и угроза была. И вот Маккейн – один из тех, кто сделали то, из-за чего такие угрозы уже выглядят более карикатурно, чем опасно. Именно благодаря Маккейну поменялись отношения, поменялись позиции и поменялась команда. Соболезнования американскому народу, семье и друзьям сенатора Джона Маккейна выразили президент Украины Петр Порошенко и дипломаты посольства Украины в США. Евгения Бурдай, Евгений Сакун, ЮЭй ТВ. Президент Украинского католического университета Борис Гудзяк стал лауреатом премии имени Василия Стуса. Награды ежегодно получают писатели, художники, режиссеры за особый вклад в украинскую культуру. Торжественную церемонию провели в столичном национальном музее Тараса Шевченко. На это событие священнослужитель приехал из Франции. Пять лет назад он стал первым епископом украинской греко-католической церкви святого Владимира Великого в Париже. Также Гудзяк занимается научной деятельностью. Наиболее известные его работы касаются Брестской унии. Говорит, эта награда для него большая честь. Я с юности воспитывался на наследии Стуса и других диссидентов, когда я был еще в школе. В нашем пластовом доме в Америке были портреты диссидентов, в том числе Василия Стуса. И мы 12 января каждый год голодали в поддержку Черновола, потому что в начале января 1972 года были массовые аресты наших диссидентов. И рекорд Месси, Роналду и Марадонны побил 14-летний житель Луцка. Известных футболистов он превзошел в набивании мяча. Саша Мельчук за полчаса установил рекорд Украины. Сколько раз набил мяч украинский школьник в следующем сюжете. Видео, где Саша Мельчук набил мяч 3284 раза, облечило интернет. Парень говорит, ему хотелось быть похожим на известных футболистов. Я захотел побить рекорды известных футболистов. Я побил рекорд Лионеля Месси. Затем открыл книгу рекордов Украины и увидел, что нет никакого рекорда установленного. И мне захотелось подать заявку в книгу рекордов Украины. Юный футболист решил превзойти собственные достижения на глазах у сотен зрителей и представителя книги рекордов Украины. Несмотря на палящее солнце, Александр сосредоточен и нацелен на результат. 36 минут он без перерыва набивал ногами мяч. В итоге собственный рекорд побит. Неймар – 2123 раза, Роналду – 2911, Леонель Месси – 3168 раз, Александр Амельчук – 4161 раз. Немножко волновался, но когда начал набивать, волнение пропало. Я рассчитывал где-то на 4000, но получилось чуть больше. Болеть за рекордсмена пришли всей семьей. Отец Саши тоже пробует свои силы. Трудно, просто трудно. Сколько вы можете сделать? В детстве я набивал 40 раза, сейчас 5 раз. Это максимум. Вы видели, что я смог набить? Останавливаться на достигнутом Саша не собирается. Нацелился на мировой рекорд, который поставил Рональдио. Это 7500 набивок мяча. Светлана Орлова, Денис Филюк, Сволыни, для канала Юэй Ти Ви. К этому часу пока что все. Вся информация на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала Юэй Ти Ви. Следующий выпуск через 2 часа. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова